Продолжение следует... 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 А вот... Продолжение следует... 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 Скажем так, вторым номером и более пассивным, на мой взгляд. Так, он сейчас, правда, Тимберсов в миде может встрять. Уроклс вместе с Луо могут подойти. И 97-й должен здесь погибнуть. Должен. Скажите мне, пожалуйста, следующий слайд. Спасибо большое. Это минус Тимберсов. На сути, у меня нормально все по картинке. Вообще сейчас не спайкало. У меня вот немного подлакало, но вот сейчас остыли. Ну, наверное, отпустим, наверное, отпустим. Ну смотри, снова у нас тут КСИ. Готов. Готов выезжать на ганг. И получится ли сейчас у него выйти грамотно? Так, ну заходит Акс. Подожгли. Очень быстро нужно стирать Тазл. Тазл перерезал на этот раз топором Луо. На две части разрубил. Очень потянули КСИ Ауфу. И тоже уничтожили. Хорошо реабилитируется КСИ. Мейсами тиммейтами за спину заходит. Без блингтакера. И вполне удачно гангует. Сделали уже таким образом три фрага. То есть миде Тимберсов снизу блокируя взобрали. И выходит вперед даже. Красавчик Акс. По нетворсу исправляется довольно серьезно. Там еще и Тимберс спилил Тимкера. Неплохо. Далеко зашел, а убивать-то и наказывать нечего. Потому что тут лишь один Элдер Титан имеется. И тазл здесь. Ой-ой-ой. Похоже, ты чем-нибудь с Элдер. Джей Диач пытается смотаться. Станчик раскрутить с хайграунда неплохо. Пока был в тумане войны. Это все прошла. Шалость. И в итоге сматывается там. И сбежал здесь смерть. Но будет давление на Тир-1 уже по Миду. Сто вынуждены будут переправить свои ресурсы и Хомкин. В случае, если они захотят сохранить свой тамор. Захотят ли? Судя по всему, захотят. Потому что стягивают сюда морфинг. ТП уже сделал на Тир-2. Элдер Титан через Астрал отдает свой хостом. Здесь приходит также Тинкер. И здесь пуш прервался таким образом. Это ДКЛАБ. Можно 5-5. Девятая минута встречи. Были несколько впереди в ТДКЛАБ-Е. Когда вот начали хорошо перемещаться. Потом потеряли трех героев. И преимущество сократилось до тысячи полторы. То есть АП-эксперинс тоже уже вровень уступа коллектива. Все. У нас возвращается на круги своя. Тогда будем смотреть за артефактами. Артефакт в ПКЛАБ-Е я не вижу вообще каких-нибудь серьезных, дорогостоящих. Ничего нет. С другой стороны, правда, у Куди разве что только Аквилла есть какое-то кольцо. Морфинг качается. Нет, на самом деле там по Нетворту все нормально. Там уже дровка 4200 и переформила Акса. Ну, как раз китового Нетворта уже неплохо. Вообще, нужно сравнивать ее с Марфом. У Марфа вовсе 2800 по Нетворту. Так что... Все хорошо. Укс Тинкью. И все же его отпустили. Так, ганк Терене пошел. Протихоу вместе с Даззлом сейчас отправится куда-то за спину. Там в миде уже ждет их Тимберсов. Вот они втроем смогут напасть на Тинкера. Напомню, что Тинкер до сих пор еще без стрелков, соответственно, еще и без Блинкдаггера. Поэтому очень уязвимая цель. И можно пытаться забрать. Зажимают Статик Шторм. В Кинетик Филд. Могут убивать. Сейчас ушли не твоих. Тинкер уже погиб. Альтертестаны вернули. Зажимают его также. Чакрам брака. Следующий слайд. Где уже Альтертестан погиб. Приходит к Сипам. Ошибается с помощью своего топора. Не разрубил он. Дисраптор атака все равно. Дисраптор погиб. Все остается слоу хп. Должны запинать. Запинать его 1 в 3 уже драка. Морфик пришел. Дал вы форм аут. Поставили его в спруты. Вызывают пейнков. Пытаются догнать Кути и Оракла. В итоге оба разбегают. Судя по всему. А Тимберсо просто не хватает МП, чтобы продолжить атаку. Пытаются забрать Тавр. И ФТД Клаб Эй должны будут отступать. Да. Драку они здесь выиграли. Все хорошо. И отступили. Да. Вот минус 2 кора с топовыми нетворсами. Еще и Элдерс вверху. И плюс Тавр. Так что. Ну на самом деле. Мне кажется. Что эта игра закончится на рынке быстро. Потому что ну. Слишком уж. Все хорошо у ФТД Клаб Эй. Ну вот разве что. Когда какой-то Тинкер там сможет. Подефать. Но. Тут слишком быстрый пуш будет. И вот. Форма залетает прям под вышку. Ныряет у нас Кси. Правда. Решил не вцелить своего. Почему-то. Тинкера. А решил ворваться. Мы садили эту ошибочку. Мы все видели. Сиба. Грейм отличный. Видишь такой еще. Прям золотой Грейм. И Кси в Таверну. Хотел добежать Акс. Чтобы дать топор под Роу Рейдж. Все-таки разрубить ее. Что здесь ФТД Клаб Ей. Более того еще и Тавер забрали. Да. Действительно доминирует. Действительно очень хорошо подключает. Сейчас. Очень качественно отыгрывает Фурион. Не боится. Влетает куда надо. И куда не надо. И таким образом выигрываются замесы. Ну скорее всего. Тут конечно Акс прилетал с телепорта. С шифта. Врывался. Потому что. Вот Фурион залетел. И Акс. Так вот прям мгновенно прыгнул. Если бы он знал заранее. Что. Судачий Фурион прилетит. Так бы. Возможно бы и подсейвил. Не сложилось. Ну тут нашли еще Оракла. Оракл у нас ультимет. Конечно можно на себя его закинуть. Но. Но увы. Глимс не трачен. Так что его убьют. Глимс аннули. Вернули. И сорвался. Фраг достается. Нейч из профита. Как говорят. 2000 колдей. Очень интересно. Что будет покупать себе Ксюа Фу. То есть у него есть. Задел на. Например. Какие-то барабаны. Можно их собирать. Можно идти через какой-то. Меканца. Можно выйти в Шадо Блейд. На самом деле. Вариантов для раскачек немного. Можно тот же самый Драгонлендс. А можно даже купить себе. Некрачи. Такой старый Фурион. Спушить. Да и все. И нормально. Не. Барабаны. Я решил барабаны взять. Окей. Да. Ну и Дрошан. Такой-то уже команда. Будут залетать. Будут забирать Рошана. Ну что. Шейхомкин. Сейчас под смоками. Акс. Ворвался. На Дисраптер. Пытаюсь сейчас быстро Дисраптера забрать. Входит из Рошпита. Сейчас коллектив. Ну как-то совсем Акс не впечатляет. Вот я тебе ворвался в Рошпи. Там бы сверху. Эрсплиттер. По троим. А так. Ворвался на Дисраптера. В итоге еще не убил его. И тут еще Аегис падает. В общем. Ну как-то. На Акса тут было. Было. Возложена цель. Но он ее не исполнил. Знаешь какая ситуация. То есть. Вот Акс. Он купил Блинк Дакер. И он готов. Но проблема в том. Что ему другие. Его ребята помочь не готовы. Потому что Тинкер до сих пор не Тревлок. Он никак не может прилететь к тебе. Там да. И помочь тебе своим ракеткам. Или Маршал Машенс. Хотя с Аксом это хорошая комбинация. Например. А Морфик не готов. Потому что не только одно кольцо. Он не полезет сейчас драться. В итоге получается такая ситуация. Что Акс вроде говорит. Ребят я залетаю. Вот и мы это говорят. Нет ты не залетай. Потому что мы еще не будем тебе помогать. А он залетает. На самом деле. Если бы Акс врывался хорошо. То есть. Троих бы агрил. То. Там даже Морф. Просто проехал бы на вей форме. И Акс бы просто своим ультимейтом. Трипл килл бы сделал. Ну это знаешь. Как должны сойти звезды. Чтобы он троих сцепил. И Морфинг стоит с кольцом. И ждет этого момента. Да. Это да. Но все же как бы врывы Акса пока совсем не нравятся мне. Мне кажется вообще просто не стоило. Атагузка была такая хорошая. А в основном как бы было все так себе. Вот сейчас в этом дизраптора. Врыв там еще был один. Не очень удачно. Когда он прыгал с телепорта на дровку. Пока он создает спейс для Морфинга. То есть он старается привлечь себе внимание. Да он где-то погибает. Но зато стоит Куди например. Подпушивает верхнюю линию. Три ассиста у него есть. Морфинг все еще не погибал. И это тот самый. Та самая надежда коллектива. Которая по идее должна будет тащить уже поле поздней статигры. Вот подпушивает Тир 2. Не обращает на это внимание. Говоря ФТД Клаб Эй. Забирают Тир 2 сами по центру. И вот теперь уже смещение на топ. Дали Гаст. Куди. Смейт Фуриона. Тут же Вейвформ. И спасать все-таки Куди. Хотя там уже очень много прилетело конечно. Так ну что ж. Имеет ФТД Клаб Эй в своем инвентаре. У одного из героев. А именно Уксин Ку. Сейчас Аегис. А это значит что можно продолжать давление. Тем более что на их пути к чужой базе стоит еще и последний внешний тавер. Тир 2 по верхней линии. На него можно обратить свое внимание. Можно собраться вместе. Пытаться его забрать. Ну а потом уже через может быть какие-то другие айтемы. Подождав их. Зайти на хэграунд. Ну ладно. Хочется вот даже вот прям подождал второго Аегиса. Потому что тут опасно-опасно на хэграунд заходить. Там все-таки нормальные жесткие вот пуши Элдор. В принципе у него еще кажется не про Макшина начал Ордл. Но все же там вот под Тинкером Элдор потом будет неплохо так разваливать. Даякс может ворваться как-то с хэграунда или спину зайти. Так что тут нужно вот прям обдуманно заходить. Пытались забрать Тир 2 у нас. ФТТ Клаб Эйн. Наткнулись на Глиф. Глиф между прочим потратили Холм Кинг. Как бы им это богом не вышло сейчас. Тировка продолжает расстреливать тавер. Таким образом тавер все равно не спасли. Зачем тратили глиф конечно не совсем понятно. Ну да ладно. Тавер потерян. На хэграунд поднимается ФТ Клаб Эйн. Все понятно. Все очевидно. И вот сейчас глифа нет. И об этом прекрасно знают ФТТ Клаб Эйн. Ошибка от Ихоп Кинг конечно. Слишком рано глиф был потрачен. Ну и сейчас нужно дать хороший бой. Сейчас конечно надежда на Акс на Элдро Титана. Что все у них получится. Там теперь они врываются и Тинкера пытаются забрать. Кси бегает под Инвизом между прочим. Сможет ли он хорошо соинициировать. Цепляет он Дазлос. Сможет ли он его разрубить. Не хватает дэмэдж. На него агриться к Синку. Кси вынуждены просто убегать. Тинкер в таверне без байбэка. Отгоняют сейчас ФТТ Клаб Эйн противника подальше от себя. Тир-3 тавер. И сами его конечно же расстреливают. Дальше будут падать бараки. Чем отбиваться непонятно. Акс Элдро Титана только на вас надежда. Иначе можно потерять первую сторону в 16 минуте. Очень и очень безобразно. Сейчас играли конечно и Хом Кинг. Что делать не совсем понятно. Вызывает новая пачка пеньков. Сломали очень быстро милишный барак. И тут же перемещаются на центральный коридор. Здесь будут забирать Тир-3 так же. И так же следом будут падать бараки. Акс Элдро Титан конечно же будут ждать Тинкера. Хотя ворвался к Си. Но только для того чтобы привлечь к Си внимание. Не похоже это на инициацию. Залетает ГАЗ. Вернули к Си. И очень быстро его ломают. За счет кинетик филда и статик шторма. Он делает байбэк. Тинкер уже здесь. Вот теперь полная пятерка и Хом Кинг. Постараются дать бой. Постараются догнать от своего центрального коридора противника. Получит ли не? Давайте посмотрим. Если потерять две стороны скорее всего это будет уже поражение. Есть Астрал Спирит. Есть Хув Стопы. Точнее Эхо Стопы. Акс. Ищет возможность как же синициировать нормально. То не получается. Это хорошо сделать. Потому что дистанции стоят. Это клапей. Удалось сбить Аеги с Дроу Рейнджера. Но это не страшно. Вернули на Гримс. И забирают очень быстро Акс. Разобрался 897. Барак был потерян. Скорее всего Рейнджер Барак также будет забирать ФТД Клапей. Ну и можно переключаться вниз. Там кстати у Марфа еще и ТПшка была в кулдауне. Он просто стоял. Лиса фармил. В то время как база падала уже вторая линия. Ну он вывез линку конечно поздравляю. Но две стороны ты потерял за свою линку. Сейчас. Полноценные две стороны упали. Огромное количество денег для ФТД Клапей. Просто посмотрите их индивидуально. Посмотрите их просто общекомандное превосходство. Наши преимущества как бы уже почти 19 тысяч. Как бы больше чем минут прошло. Это не очень. Не очень хорошо. На самом деле их тут классно комбинируют. От Фуриона плюс Тимбера. Там была такая комбинация. То есть он как бы закинул Чакрам. Спилял и получается подъехал на чайне. И сверху еще Верлинг Д закинул. Именно через спруты. И то есть это было красиво исполнено. Там урона больше наносится чисто. Это хорошо. Ну то есть как получается в любой части карты Тимбер может. Даже для подсейва использовать. С Фурионом. Прин такой вот. Тимплей жестенький. Ставишь спруты для подсейва какого-нибудь там вне леса. И можно прям хайлайт сделать. Ну да. Это можно комбинировать. Да и просто пинки поставить, чтобы больше урона нанести своего Верлинг Десса. Тоже хороший вариант. Ну что ж. Я так понимаю, что эта игра. Окончание этой игры не заставит себя долго ждать. Все что нужно это клап-эй просто собраться с мыслями и закончить эту игру снести в нижнюю сторону. Ну а и хамкин пока игру не покидают. Они еще побегают, что-нибудь поделают, еще на что-нибудь понадеяться. Ну все еще, все еще. Как бы это не смешно звучало, но морфинг остается с тем самым секретным оружием, который себя вообще никак не показывал в этой игре. 19 минут АФК фарма. Но когда-то же он должен вступить в бой. И мы ждем этого момента. Тимперсол пошел вперед. Находит здесь Кси. Получает агр. Ракула решил сделать тапаут. Тимперсол просто гонит, гонит. Еще сюда и к Сяуфу подсоединился. Ну решили вот на нейтральной территории подловить, чтобы более комфортно можно было зайти на хайграунд. Не вышло. Шалость не удалась. Да и так можно. Через мид крипы зашли уже просто пойти вниз и сломать. Да, на самом деле как бы можно. Конечно, надеяться на морфа, там оружие, все дела, но... Хотя бы шотган нужно вывезти, а до шотгана еще далековато. Вот только вот купил он себе госскептер. Еще тут 3 300 фармить. Вернее, 3 200. Уже. Да, еще много. Там еще очень много. Тут Тимперсоп просто готов впитывать любое количество урона. У него Фудов Дефайнс имеется. Бладстоун себе перекупил. Чиплотный герой. Ну а морфинг сплитушит. Может быть даже, если позволит, Федеклапия, он сможет запросить Блатавр. А там Аганим на 19-й минуте от Дезраптора. Да, совсем не дурно. Ну, там Дезраптор как бы 5600. Выше всех, кроме морфа. Ну, по морфской команде. Так что... Это, конечно, плохой знак. Ну да, ничего хорошего в этом я тоже не вижу. Смотри, интересная позиция с 3. Как они спрятались. Какой у них план Капкан. У них Home King. Ну и... Ну, ворвался, на принципе, на Тиммера. Его сагрил. Потому что скомбинировали это с Партун Энсом. И... Ничего не получилось. Тиммер не пошел за Аксом. И очень жестко лагает. Там Рашплитер взлетел вообще мимо. Ни по кому не попал. Тиммерсоу ворвался. Чакрама выдает. Просто оставляет стянуться. И Home King к себе на фонтан. Один против всех поют. В то время, как его коллектив побивает Бараки. Это самое важное, конечно же. Не, ну я живу за ГГ. Даже как бы у нас... ГГ без фрагов произошло. Никто не погиб здесь. Только Бараки. Ну да, очень простая игра для ФТД Клабрии. Очень слабо выглядит, конечно, и Home King. Со стратегией с Draw Ranger они не разобрались. С линией отчасти проиграли. Единственный светлый момент, который мы видели. Это вырыв атаксов вниз. И Тинкер, когда в соло убил Тиммерсон. Вот, в общем-то, и все. А на этом положительные моменты у ИХОМ Кин закончились. Но ничего страшного. Вступит в бой ИХОМ Luminous. Еще один коллектив от ИХОМ. Который постарается ТД Клабрии отомстить в следующей игре. Да, и, конечно, хочется отдельно отметить Дисраптора. Вот этот вот Аганим, он меня прям поразил. До глубины души, но Дисраптор. Ничего лишнего. Купил себе Аганимчик. Прэтихоу. Красавчик, молодец. Играет в Доту давно. Еще с первой Дот. Еще состава Тайлу по Доте 1.